Самый лучший способ заработать в интернете это используя кэшбэк сервис. Так что переходи по ссылочке в описании и начинай зарабатывать на покупках или экономить на них. Итак, всем привет! И сегодня у нас настало время офигетительных то ли вопросов, то ли писем. Короче, люди пишут невероятные глупые вещи. Сегодня я тут несколько выбрал и зачитаю сейчас. Итак, вот первое письмо. Пишет нам Александр. Добрый день! Сыну 13 лет занимается каратэ. Есть перевес в 2 кг. Для попадания в свою весовую категорию. При этом в своей массе и строению лишнего жира нет. Тренировки 6 дней в неделю по полтора часа. Какое спортивное питание посоветуйте принимать и как погасить эти лишние килограммы? До соревнований полтора месяца. Заранее благодарен. Мне кажется, это через все уже. 13 лет ребенку, он же там спортивное питание посоветуйте там. Либо 6, метилдрен, еще там чему-нибудь. Чего-нибудь такое, в общем. Блин, ну что мешает посадить ребенка на диету? Реально, просто давай ему меньше жрать, давай больше кардио или нагрузки. Хотя нагрузки и так дофига, наверное, лучше. Ну, кардио, не знаю. Ну, лучше на диету посадить. Потому что, ну, пихать всякой ерундой, блин, в таком-то возрасте. Ну, у ребенка должно быть детство в первую очередь. Зачем его, блин, заставлять делать то, что ему не надо? Так, второй у нас вопрос. Ищет нам Оксана. Так, здравствуйте. Вчера на тренировке, комбинированная тренировка у него была, ближе к концу, лицо покрылось красно-белыми пятнами. Как бы перетренд спрашивает. Типа, перетренировалась у него из этого лицо белыми пятнами покрылась. Интересно. Но веса были адекватные. Вроде не переутомлилось особо, но хочется вовред себе не заниматься. И ничего не добирать на тренировке не хочется. Вообще, если есть какие-то проблемы серьезные, то лучше уж, конечно, идти к врачу. Тем более, когда хари апокрылась какими-то непонятными красными пятнами, это может быть эргическая реакция. Это может быть давление. А с чем там еще может быть связано? С сердечно-сосудистой системой, кажется. Насколько я помню. А вообще лучше идти к врачу. Не сидеть, блин, на форумах спрашивать, где-то там, блин, начинают на мейл. Ру, там, писать, блин, мне там на форуме задают вопросы. Блин, есть больницы, есть врачи. У них есть оборудование. Приди к ним, они тебя проверят. Как я могу это проверить? Никак. Вот. Поэтому, блин, ну, вообще. Так. И третий вопрос у нас от Ольги. Вернее, письмо тут. Ну, вопрос, да, вопрос-письмо. Ольга пишет нам. Здравствуйте, мне тысяч 4 кода, вес 62 килограмма. 5 лет назад до рождения ребенка весила 53 кг. Сейчас начала ходить в зал. Хочу вернуть прежний 42 размер. Жир в попе, бедрах и полное отсутствие талии. Как лучше заниматься, как сбросить лишний вес. Ну, жир... Жир в заднице, это, конечно, печаль, когда его как бы достать оттуда, я не знаю, щипчиками какими-то там. Вот. Потому что, если жир в заднице, то это уже серьезная проблема. Вот. Я, конечно же, на сайте Еленики Ольги, то есть, ответил. Вот. А вообще, для всего остального всегда есть диета. Я вообще не понимаю, почему люди, как бы, не любят диету, причем они хотят результат. И многие так и пишут, кстати. Так и так, рельеф хочу, туда-сюда то хочу. На диете сидеть не хочу. То есть, хочет конфетку съесть и на диету не съесть. Отлично. Блядь, обнаглели вообще. Офигенно. Короче, вот такие вот веселенькие или не очень письма у нас тут были. Так, у меня еще там целая куча, я там, я сейчас их сохраняю, кстати. Все сохраняю, что там у меня попадается. Вот. И постоянно такие вот рубрики будут выходить. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока. Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.